здоровья доброго дня доброго утра вам всем я рада вас приветствовать снова в нашем пространстве наша вторая встреча сегодня в поле изобилия я чувствую как энергия этого поля уже начали взаимодействовать с нами сонастраивать и такое легкое идет расслабление поточное такое состояние может быть вы уже чувствуете то есть это энергии которые помогают нам войти в баланс самим собой с миром со вселенной я сейчас говорю из потока это энергии которые помогают нам ощутить то изобилие которым мы являемся на самом деле изнутри у меня вопрос сначала к вам у нас группе были размещены первые шаги которые очень важно желательно выполнять каждый день и отслеживать свои состояния и изменения в своем сознании и мне конечно же есть вопрос какие ощущения какие перемены вы всегда наблюдали в течение этой недели там по пунктам и что вы ощущали вот на каждом пункте были ли у вас какие-то изменения были ли у вас какие-то сопротивления что какие-то может быть озарение сознания потому что там каждый пункт имеет очень серьезную такую энергетическую составляющую такой разворот вовнутрь видение себя и своих ограничений что имеет место быть какие ограничения могут быть для продвижения то есть мы как сознание наблюдаем себя изнутри наблюдаем ту личность которую мы создали и мы просто наблюдаем без осуждения без какого-то чувства неполноценности какой-то вины что я вот то не получается мы на это смотрим как создатели как творцы на своей личности и я думаю что каждый из вас ощутил хотя бы минимальные перемены в себе при выполнении этих маленьких маленьких пунктов потому что эти пункты они и приводят к осознанию того что источник изобилия находится в нас и по тем ощущениям которые вы получили и они будут дальше расширяться при постоянном следовании этим шагам они начальные маленькие но они очень значимы вы получите это базовое внутреннее состояние спокойствие уверенности что действительно это все внутри нас и она потихонечку раскрывается то есть мы уходим от своих старых записи на подсознание мы уходим от шаблонного мышления от каких-то паттернов и мы переходим в тот уже диапазон частот который нам помогает двигаться дальше не стопорит нас а именно помогает и этот путь эти вот шаги это действительно путь в новое это начало такое неприхотливое но это практическое и это должно быть на постоянной основе в каждом дне потому что мы мы хотим получить результат а каждый из нас в этой группе хочет получить результат и мы хотим действительно убедиться в том что мы создаем свой мир свою реальность и мы можем создать то что мы хотим по своему желанию а не по воле эго которая большинстве случаев нами управляет еще у меня такой вопрос скажите пожалуйста у кого день начинается с мысли с фразы все возможно вот ответьте себе пожалуйста у кого начинается день с этой фразы но благодарность да понятно и все возможно вот это вот и является базой начала дня и проявления того что то мы хотим проявить то есть мы сами открываем собственные границы вообще существует лишь есть как данность есть и закон отражения которые организуют это есть в некий воспринимаемый нами мир то есть у каждого свои настройки у каждого свои фильтры и то что нам дается в изобилии мы принимаем соответственно тем представлениям о себе которые мы имеем значит что важно нам сделать следуя этим шагам маленьким они будут дальше добавляться изменить представление о себе выйти из тех рамок которые которые мы следовали которые нам навязали и менять вот эту базу эго из которой большинство из нас живет до сих пор и научиться вот этим вот крутым разворотом жизни делать не так как все чтобы получить не то что все имеют это не только в плане материального или финансового это плане качество жизни то ощущение которое каждый получит при раскрытии себя и своего потенциала и и при этом это все можно сочетать во взаимодействии со своим эго делать так чтобы она была сама рада меняться я сейчас коротко скажу о своем опыте вот это не отдельная недельного такого русские забыла слова как бы сказать не испытания вот на этого вот короткого такого тренинга будем говорить на не то не то другое слово должно быть вот я хочу сказать что моё эго начало знаете как лица на дороге до дергаться из стороны в сторону кричит да я не знаю этого как я помогу тебе я не могу туда идти я ничего не знаю я тебя не подержу я боюсь и вообще мне это непонятно что куда мы идем на я говорю я ему говорю словами я тоже не знаю но бог знает и все у меня внутри тишина дело в том что мы сейчас идем то новое пространство в котором каждый шаг будет для нас новым и естественно будет включаться сопротивление энга это его функция это нормально это защитная функция эго это все прекрасно когда она включается просто мы должны осознавать что это говорит эго это не та высшая суть или то сознание которое мы являемся на самом деле потому что поле эго мы себя чувствуем зажатыми мы себя чувствуем закрепощенными мы чувствуем себя ограниченными но много много слов можно подобрать да то есть это действительно рамки эго это рамки которое оно создало для того чтобы мы были под его управлением когда мы осознаем что мы можем выйти за пределы этого эго с помощью медитации с помощью но таких вот намерений настроев на каждый день мы начинаем потихонечку выходить за пределы эго и с каждым разом уделяя внимание именно своему новому настрою мы усиливаем себя и ослабеваем эго так мы выходим из его из под его контроля из под его власти знаете мы самого утра включаемся в потоки и вы по себе внутри уже чувствуете какой-то поток если у вас настрой на созидание на радость это так и пройдет день именно с утра то есть есть вообще два потока да это поток как есть вот поток божественный поток и сопротивление потоку и то что мы испытываем как негатив как болезнь это есть сопротивление потоку вы наверное в себе замечали это состояние да когда мы начинаем нервничать переживать тревожиться за что-то возникает очень неприятное внутреннее состояние почему она неприятная потому что них она не соответствует нашей божественной природе то есть вот той природе которой мы сами являемся наша же природа любовь наша природа радость а тут возникает состояние полное противоположное и внутри начинается конфликт при неосознанном отношении мы поддаемся мы входим в этот конфликт и выходим не в созидание выходим в саморазрушение вот откуда берутся болезни да и когда мы в потоке поток не требует энергозатрат он просто идет он просто есть это это просто данность он просто есть когда мы сопротивляемся потоку мы перекрываем эту жизненную силу ту жизненную энергию это все знаете вы слышали и самое интересное что когда мы неосознанно сопротивляемся напрягаемся то есть для того чтобы вообще заболеть надо очень хорошо постараться надо конкретно так себя изматывать измурять напрягаться чтобы получить какое-то отклонение вот все эти отклонения на накопленных теле это потому что мы сопротивлялись потоку осознанно это конечно же не осознанно происходит потому что если мы знали что сопротивляться не надо нам надо просто потоку пройти и ты будешь расслаблен и естественно как бонус будет хорошее самочувствие радость здоровье то есть поток это радость сопротивление это болезни это проблемы а поток это раз самое раскрытие это это и есть изобилие вот это и есть источник изобилия и вообще мы находимся всегда в потоке изобилия как рыба в воде то есть это вообще естественно для нас среда это только мы преграждаем пути чтобы этот поток изливался на нас понимаете я буквально на днях получила послание и там было очень коротко сказано как быть в потоке да расслабиться то есть вот эта расслабленная радость это и есть поток и никакой борьбы со страхом не надо как знаете как в том фильме унесенные ветром да какая-то проблема подумай об этом завтра или вообще сказать мне лень об этом думать так с юмором и все и как это сойти с лыжни да вот кто-то там напрягает а мне или не об этом думать завтра подумай вот поэтому изобилие она у нас всегда есть она всегда у нас было и будет вопрос в том чтобы позволить себе быть собой соединиться с собой то есть быть собой то быть в потоке вот этим истинным без этой мишуры и без этих шаблонных убеждений без ограничения то есть быть просто собой тем истинным сознанием которым мы являемся и когда мы принимаем это как истину все остальное начинает отлетать он спросит но а вот как это да вот как это быть собой как это быть в потоке один из наших шагов это улыбаться улыбаться меру улыбаться себе как в том фильме не ешь молись любви улыбаться печенкой то есть это ваше внутреннее состояние а если внутри есть улыбка понятно что и тело будет улыбаться и понятно что мир будет улыбаться поскольку закон отражения в действии мы все получаем четко на сто процентов в окружающем мире как свое отражение когда мы находимся в моменте вот в этом моменте который мы сейчас находимся вот в этом моменте и есть все необходимое чтобы создать свой новый кадр то есть мы идем от кадра когда и каждый кадр он перезаписывается с каждым нашим вздохом он перезаписывается перепрограммируется каждая наша мысль каждое движение перепрограммирует нашу реальность поэтому вся сила именно в этом моменте отсюда все начинается что нужно сделать чтобы создать новое отказаться от старого просто в этом моменте мы наблюдаем себя таким каким мы создали себя в прошлом то есть в этом в этом моменте мы видим этот накопленное что мы получили исходя из прошлого опыта это прошлый опыт и с этого же момента мы можем создать новый опыт и нового себя вот это и есть мгновенная манифестация она происходит только в этом моменте ни в прошлом ни в будущем она происходит прямо сейчас и чтобы получить новое отражение нужно пересмотреть свою личность как у нас была одна уже сессия перезаписать изменить представление о себе это кстати очень хорошая практика и мы ее пройдем тоже вот записать каким я вижу себя сейчас исходя из того что есть да на данный момент и написать каким я хочу себя видеть то есть изменить представление о себе по максимуму дело в том что исходя из формулировки возможно все действительно возможно все и мы рисуем эту картину жизни не картина нас рисует а мы ее рисуем а в большинстве случаев получается что картина рисует автора она уже потом он управляет она вещает какие-то мысли на которые мы реагируем и мы теряем в этом себя то есть мы идем за следствием хотя причиной являемся мы и и раз мы создаем сами вселенную значит мы можем отказаться от старой и создать новую как это делается из ощущений то есть надо всегда слушать свои ощущения они являются именно компасом проводником в тот новый мир который мы хотим создать то есть когда мы говорим о мгновенной манифестации то это не про то что вот у меня есть деньги и я пошел купил что-то да но это вообще такой как по моему мнению это самый примитивный способ чего-то добиться просто самый самый примитивный способ может быть игра интересна лично как мне игра интересна денежная игра да как получить финансовое изобилие но естественно не путем работы понятно что не путем работы я давно уже этим путем не иду давным-давно около 20 лет вот поэтому я не зарабатывать я не занимаюсь зарабатыванием денег я занимаюсь созданием своей реальности и у меня это довольно успешно получается и результат у меня очевидно то есть я говорю вот так вот ощущение ощущения это радости благости открытости вот они являются проводником нашу новую реальность то что мы хотим то что мы желаем Когда у нас идут муки выбора, как мы все начинают думать, вот это выбрать, либо это, ну, простые элементарные вещи даже в магазине, да, то понятно, что мы говорим не из ощущений, если муки выбора, это не из ощущений. Это признак наших старых убеждений, к чему мы привязываемся, от чего мы отталкиваемся, почему я хочу именно это или не это, отказывая себя именно в том, что я хочу. А поиск на решение, наоборот, находится в новом уже кадре. Вот я по себе четко знаю, ощущаю, вот сейчас исследую этот вот путь, который мы идем, да, и запущенный проект, я вижу, что у меня сейчас множество идей, множество озарений, но они приходят именно потому, что произошел выход на новый уровень сознания. Именно из этого уже уровня приходят новые идеи, из старого уровня они прийти просто не могут, поэтому, когда мы выбираем чувствовать новое, проживать новое, мы выходим в новый частотный диапазон, мы выходим на новые вибрации, где уже вот эта разнополюсность, она исчезает, то есть мы видим больше масштаб, мы видим большую картину и мы видим, как одно может помочь другому. То, что казалось раньше не соединенным, оно, оказывается, может взаимодействовать и оно может создать что-то новое. То есть мы выходим за рамок этих ограничений и входим в свой личный больший масштаб. Я тоже задала в канале, в ченнелинге высшему разуму вопрос, как быть в потоке. Я, по-моему, Светочке передавала это сообщение. Вопрос очень простой, как быть в потоке. Быть в потоке. Как быть в потоке изобилия, я имею в виду. Быть в потоке. Проще не скажешь, да? То есть не сопротивляться этому потоку, не рассказывать себе сказки, почему я это не могу и почему ко мне это может не прийти. Именно фокус на потоке и на пребывании в потоке, а не на том, чтобы зарабатывать деньги, больше денег, еще больше денег. Деньги – это часть игры. Понимаете? Вот в нашей реальности вот тут вот это часть игры. Но в других реальностях они просто отсутствуют. Поэтому это не есть данность, это не есть постоянный фактор, это не есть истина. А истина – это поток. Он всегда был и будет. То есть когда мы выходим на новый уровень осознания своего, да, когда мы допускаем себе что-то новое, больше, во-первых, у нас меняются наши нейронные связи, мы помогаем себе расти, уходим от болезни Альцгеймера, да, потому что это все связано с нейронными связями. У нас образуются какие-то новые взаимосвязи с людьми, новые события приходят, новое зарение, открытие внутреннее, что-то заметили, начали более широко видеть, замечать, больше стали, да. То есть мы выходим за пределы той личности, которую мы раньше создали. Именно своим позволением, дозволением быть в новом, идти в новое. Страх будет присутствовать, сразу говорю, сразу говорю, что будет прямо бомбить страхом. Что нужно сделать? Понимать, что страх – это боясь нового. И когда мы говорим себе и той части нас, которая боится идти в новое, мы просто говорим, я с тобой не переживаю, я знаю, куда иду, нас ведут, и мы придем в самое лучшее. То есть относитесь к этой части себя с любовью, с поддержкой, и она будет вас слушать, потому что все, что ей нужно, это тоже забота и внимание. А если она ее получает, она перестает быть в активе, то есть она перерастает уже в новое качество, в качество любви, которым вы ее наполняете. Поэтому вот вопрос к самому себе, да, как быть в потоке. Если мы фокусируемся на таких вопросах, как быть в потоке. И у задержанности на этом вопросе мы ощущаем его, через ощущение получаем ответы. Мы не спешим, не бежим, мы не торопимся. И мы получим, как быть в потоке. Возможно, вы сразу получите это ощущение, что вы уже в потоке. И вам для этого ничего не надо делать вообще. Следующий вопрос тоже способствует выходу за рамки, да. Любопытно, а что ощущается в изобилии? Тоже задержитесь, слушайте. Вот держите этот вопрос, ну, час-два можете день держать. А что ощущается в изобилии? И вам начнут приходить события, вам начнут приходить какие-то идеи. Вы начнете видеть больше изобилия в своей жизни. Изобилия звезд, изобилия облаков, изобилия улыбок, изобилия радости. Изобилия, может быть, внимания, любви, ласки, прикосновения. Вы начнете видеть это изобилие. Это же не касается непосредственно финансового вопроса. То есть финансовый вопрос – это вообще как следствие. С чего мы вообще начинали нашу встречу? Что мы начинаем изобилие раскрывать изнутри себя, своими улыбками, своим дарением. То наблюдать, как мы делимся с миром, чем мы делимся, какого качества, насколько велика наша щедрость, насколько много любви в том, что мы отдаем. Потому что все, что мы отдаем, мы отдаем себе. Любой тот дар, который мы кому-то делаем, это мы делаем для себя. Это закон отражения, это закон, на котором строится вся Вселенная, это просто данность. И осознавая это, умело этим пользуясь, мы можем видеть, как внутренние изменения способствуют внешним преображениям, которые бы мы хотели увидеть. То есть если у человека есть зацикленность, например, на деньгах, он будет обязательно терять деньги, будут приходить ситуации, когда будут его обнулять. И когда у человека идет очень сильное обнуление, очень хороший знак задуматься, что вот эти зацепочки, они говорят, сигналят о том, что ты хватаешься за внешнее богатство, оно у тебя внутри. Я по своему опыту знаю, что когда у меня было просто глобальное обнуление, просто глубокие минуса, при этом все, я сохранила себя. И даже в какой-то степени я была рада тому, что все обнулилось, потому что вместе с этим закончились проблемы, которые мы сами себе создали. И была возможность начать все с нуля. Вообще я замечаю, когда человек щедро делится, чем у него есть, материальным, нематериальным, оно обязательно приходит, оно возвращается. Мы даже можем не заметить, как, какими путями. Но, возможно, здоровье станет лучше, возможно, отношения навалятся, возможно, придет какая-то информация, которая полностью поменяет жизнь. То есть, вот эти пути, они неисповедимы, да, мы их не можем продвигать. Но всегда мы помним, что то, что мы отдаем, то мы и получаем. Как мы отдаем, с каким чувством мы отдаем, то мы и получаем. Когда мы идем на работу, возможно, у кого-то сейчас нелюбимая работа, да. А что, если говорить, не думать об этом, да, что я вот иду, там, надоело все. А что, если сказать, иду кайфовать на работу, чтобы чувствовать, что все хорошо. Можно так сказать? Иду кайфовать на работу. И, как следствие, может проявиться другая работа, да, какие-то другие события. Если мы что-то делаем, то это из ощущения, мне нравится это делать, я получаю удовольствие от этого, я обожаю это делать. Если мы, например, работаем с людьми, ну, как у меня, например, да, я играю каждый день на концерты, и я вижу, как люди рады и счастливы. И я сама себе говорю, я счастлива видеть счастливых людей. Понимаете, то есть, вот это, наверное, предпосылка к тому, что я истинно получаю удовольствие от того, чем занимаюсь. Я не могу даже назвать это работой, потому что это моя жизнь, это мое все, это мое дыхание. Это, то есть, это то дело, которое, оно может даже не оплачиваться, да, но я буду заниматься. Кстати, у меня было во время ковида такой период, когда ситуация очень была плохая, я просто играла, просто играла, фактически безоплатно. И у меня была очень мощная в этом потребность, потому что артист должен себя выражать, он должен выражать себя эмоционально, он должен передавать ту энергию, которая у него есть. И тогда он чувствует взаимодействие со Вселенной и с миром. Это просто жизненная необходимость, иначе там внутренняя энергия его просто пройдет изнутри. Поэтому передавать нужно. Ну, так же, как я сейчас на сессии, да, я передаю ее в потоке. У меня сессии начались полтора года назад с того, что я почувствовала необходимость передавать энергию. Это было как, знаете, вот если не сделаю, я не видела дальше просто, а как дальше, я просто вот раскидывала само меня от этой энергии огромной, которую я хотела передать. И когда образовалась группа, я как вздохнула просто, мне стало легче, потому что я знаю, что есть поле, с кем я могу поделиться этой божественной энергией, которая пребывает и пребывает и пребывает. Мы активируем вот это новое наше поле, новое наше пространство прямо в этом моменте, своим намерением, через свое желание. И смотрите, что интересно происходит. Когда мы выражаем мысли, мы мгновенно запускаем процесс манифестации. Это происходит с момента создания этой мысли формы. Когда мы еще подключаем визуализацию, когда мы это видим и когда мы начинаем чувствовать, процесс запущен. То есть мы создаем себя уже в новом качестве, вот в этом моменте. И наша задача дать этому прорасти. То есть мы представили, мы ощутили это в себе, как это все внутри ощущается, на каком уровне радость это, много радости, еще больше радости, блаженства, гармония, любовь. Мы ощутили, какое удовольствие вам доставляет это ваше видение, это ваша мысль. Мы прорастаем в этом новом, а старое при этом, как убывающая луна, уходит. То есть чем больше мы прорастаем в новом, старое начинает исчезать. И при этом никакой борьбы с шаблонами не надо, никакой борьбы с убеждениями не надо. Просто мы выбираем новые и в этом новом прорастаем. То есть мы начинаем соединяться с той частотой, на которую мы хотим выйти, которая это все создает. То есть мы просто выходим в новый частотный диапазон, мы выходим в то поле, где это все возможно. Что важно? Понимать, что когда мы что-то выбрали для себя новое, не думать, как это придет. Это основное. Я это знаю четко, я это прошла. Я бы никогда своими мозгами, своим человеческим умом не надумала за того, как прийти к тому, что у меня сейчас есть. Никогда. Я просто создала намерение. Даже это было не намерение, это было мысль, которая очень грела мое сердце. И получилась конверентность, то есть соединение сердца и ума. То есть ум сказал, классно, я это хочу. И именно потому, что я не думала, как это придет, ум не протестовал. Понимаете? То есть я вот подумала, вот это соединение сердца-головы произошло, как точно так же говорит Грег Брайден. Но я 20 лет назад об этом не знала ни про Грега Брайдена, ни про Божественную Матрицу, ни вообще ни про кого, ни про Джоди Спенза, ни про Эдхарда Толли. Никого не знала. Я просто внутри ощутила, вот класс, вот это бы я хотела. Класс, вот я кайфую от этого. Произошло соединение сердца-голова. И я отпустила, и я не думала, как оно придет. Не потому, что я не верила. Я получила кайф, и мне в этом кайфе уже было хорошо. И я время от времени в этот кайф возвращалась, не думая, как. И начали выстраиваться события самым невероятным образом. Я думаю, когда-то я, наверное, напишу книгу, потому что это то, как с нами общается Вселенная, и как она проявляет свою любовь к нам, когда мы идем к ней в доверии. И пришло намного больше, чем я себе думала. Потому что я не ограничивала Вселенную, не говорила вот это и вот это, вот это. Я просто говорила, я исходила из ощущений. Мне было настолько хорошо того увиденного, что я видела. И Вселенная меня наградила сполна. И продолжает награждать. Поэтому на этом пути самое главное – идти за подсказками Духа. Вот это на этом акцентировать внимание. Идти за подсказками Духа. Идти на зеленый свет. Почувствуйте. Не знаете, куда идет. Но вот на зеленый свет – да, хорошо, тепло, иду туда. Вот эта цепочка связи, она организуется и все выстроится в тот нужный событийный ряд, который приведет вас к тому, что вы хотите. То есть манифестация запускается с момента вашего заявления Вселенной. Вот я это хочу. И оно совпало с вашими ощущениями. Все. В этот момент это уже манифестировалось. То есть выбор сделан. То есть вот в этом поле изобилия Вселенной там все есть. Вы своим ощущением выбрали то, что вы хотите. Мы выбираем всегда ощущения. Вы выбрали. И начинает оно все реализовываться. Что нужно отсечь прошлый кадр? Не оглядываться назад. Не смотреть туда вообще. Никто что говорит. Никакие вообще обстоятельства сейчас. Вообще ничего не важно. Мы только идем и живем в этих ощущениях. И пребываем в этом моменте. Ощущая себя вот в этом моменте. Как я себя ощущаю. Как мне нравится быть в этом моменте. Ощущая так, что это уже все произошло. Вот именно в этом моменте. Оно уже все свершилось в этом моменте. И мы наблюдаем просто, как начинает меняться наша Вселенная. Начинают меняться какие-то события. Что-то начинает происходить в нашем окружении. Может быть на работе. Какие-то предложения. Не отказывайтесь от того, что будет приходить. Смотрите внимательно. Потому что одно маленькое слово может возыметь решающее воздействие, эффект на ваш дальнейший путь. Это у меня произошло, когда я услышала девочку. Одно намесло два слова. Позвони туда-то. Я ее видела единственный раз в жизни. Три дня я ходила, думала. Но ум включился. А потом думаю, ну я же ничего не теряю. И я позвонила. И вот все. И с этого момента все решилось. Абсолютно все выстроилось. Потому что я не упустила свой шанс. Я пошла. Ведь я же ничего не теряла. Что было терять? Мне так ничего не было. По большому счету у нас, у всех ничего нет. Понимаете? Это как у Роберта Киосаки. Нам Вселенная дает эти временные игрушки поиграться. Это богатый бедный папа в книге у него. Вот эти все игрушки нам дают поиграться. Когда мы будем уходить, мы это все оставим. Поэтому что нам интересно? Нам интересно именно ощутить себя. Тем, кто может создать то, что я хочу. И прожить это то, что я хочу. Кайфануть от этого по полной программе. Потому что это мой путь. И я его прошел. И я знаю, как это получается. То есть выйти на тот уровень, когда я могу, я знаю. И все возможно. Дорогие, я искренне желаю вам с сегодняшнего дня отказаться от прошлого. Оно не имеет живительной силы. Оно не имеет энергетического потенциала. Оно вообще ничего не имеет. Даже прошлого нет, по большому счету. Это загруженная память. И то частично. Вот поэтому мы можем перевоссоздать себя сегодня, прямо в этом моменте. Создать себя новых. То есть ту личность, которую мы хотим прожить вот в этой жизни. Мы потом можем ее снова перевоссоздать, как сознание. Поэтому ощущая себя и понимая, осознавая, что я есть, я есть источник изобилия. Я был и буду всегда. То есть я именно то начало, которое создает все. Которое является общим с полем изобилия, с источником. Одним целым. Поэтому, когда я заявляю, что я есть, я заявляю, что я есть изобилия. Я есть Альфа и Омега. И я был до начала времен, и я в оба после их окончания. Потому что только ум создает время и пространство. А мы живем вне времени и пространства. Мы есть вечность. Мы есть бытие. Мы есть то, что есть. Дорогие, на этом я заканчиваю первую часть. И мы переходим ко второй. Продолжение следует...